Мы, дорогие друзья, с Машей пошли на почту. Там пришли какие-то посылочки, надо сходить забрать. Должен прийти Василёк, но не знаю, когда. Может, как раз сегодня и пришёл. Что-то я не отслеживала. Я срю, у меня оповещения какие-то пришли. И ждали курьера, но курьер всё ещё не приехал. Поэтому я надеюсь, что я успею на почту сходить. Пока курьер не приехал. Ладно, идём. Да, Маш? Да. Позвонил курьер, сейчас должен подъехать. И Машу попросил, говорю, возьми ящик, сейчас надо лапуськи травы нарвать. Неси сюда ящик, неси. Куда ты побежала? Вот бегает. Видишь, вон там, возле дерева зелёная травка. Вот её сейчас и будем рвать. Ладно, пошли мы траву рвать. Что, Ваня, на качелю пошёл? Ну, пускай будет, пускай, гуляй. Тайсон, ты зачем опять всё вывалил из кастрюли? Ух ты, вредный Тайсон. Давай, показывай, как ты качаешься. Ой, молодец, каскадёр. А там Маша на самокате катается. Ребята, вы же со мной курьера ждать. Доели все мороженого, все довольные, счастливые. И выбрали, какое мы будем теперь заказывать. Вот хотим ещё шоколадное попробовать заказать. Но оно пока без акции очень дорого получается. Ждём, когда будет по скидке. Да, Маша, ждём, когда будет мороженое шоколадное по скидке? Ладно, ждём курьера. Дорогие друзья, у нас время вечер. И мы приготовили ужин. Что у нас сегодня будет на ужин? А приготовили мы ленивые голубцы целый протон. Видите, вот у меня одна сторона припекает. Хоть ты как-то разворачивай. Всё равно вот... Ну, и что поделаешь? Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всё наложили. Всем получилось по два ленивых голубца. Макароны, подлива много всем. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдём маленьких кормить. И потом спать уже скоро будем ложиться. Вот такой вот, ребята, у меня сегодня был день. Если понравилось, ставьте лайки. Спасибо всем, кто за нас, за меня больше переживал. То, что я пропала куда-то. Ребят, со мной уже всё хорошо. И я вернулась опять к вам. Будем продолжать снимать видео. Да, было немножко плохо. Поэтому я вам уже предупреждала, что когда мне будет плохо, я ничего не буду снимать. Я просто два дня вообще ничего не снимала. Потому что, ну, себя плохо чувствовала. Поэтому вот так вот. Ну, сейчас всё хорошо, будем снимать дальше. Всем спасибо, всем говорим пока-пока. А мы решили на ночь опять побаловаться мороженым. Да, ребят, и правильно вы написали. Не зря я купила контейнер. Видите, как у нас хорошо всякое мороженое есть. Маша одела ложечкой круглой. Маша приготовила вот эту вот круглую ложку. И мы сейчас будем в кружке слаживать и будем кушать. На ночь глядя решили. У нас осталось клубничное, ванильное, ванильное, апельсиновое, ванильное, ванильное. Тут у нас фисташковое и немного апельсиновое. Но фисташковое тоже немного. Короче, сейчас открываем и накладываем. Так, всем здравствуйте. Сходила, сняла помидорки по совету подписчиков. Мне сказали, что смысла нет их держать. Потому что это мини-помидоры. Но это они, видите, все такие. Самые крупные сняла, маленькие меньше там оставила уже. Но тут один сам оборвался, поэтому домой занесла. Такие вот. Сейчас уберу в темное место и пускай дозревают. Всем здрасте, дорогие друзья. Чем занимаешь? Сейчас я буду делать компоты из черемухи. Что-то штатив как-то, да, стоит. Сейчас, представляете, банку стала кипятком обрабатывать. Она у меня прям бахнула. Бахнула прямо сильно. Сейчас пока три банки закатаю. Четыре. Потом еще. Так постепенно немножко доделаю черемуху. У меня просто черемуховое ведро стоит. Мне надо потихоньку понемножку каждый день делать. Что-то. Надеемся на зиму наготовить. И решила я так. Раз пока нет своих огурцов, буду покупать в магазине огурцы и засаливать. Потому что мне надо хотя бы баночек десять засолить. Хотя бы. А потом уже свои пойдут так. Будем свои солить. У меня что-то с рыбками происходит. У меня рыбки помирать начали. Не понимаю, в чем проблема. Вроде все то же самое. Что с ними стало? Сглазили, наверное. Ладно, дорогие друзья. Сейчас буду заливать компоты. Ягоды мыть. Заливать. И будем делать компотики из черемухи. Решила в этот раз сделать по вашему совету. Не кипятить. Воду засыплю сейчас сахаром. Сразу в банках. Но ягоды, конечно, перемою. И залью кипятком и закатаю. Посмотрим. Надеюсь, что не взорвутся эти банки у меня. Перебираю ягоды. Сейчас делаем компотику. Потому что многие пишут, что так просто закатывают. Ничего не переливают. Много раз сироп не варят. Ничего такого не делают. И я так же попробую. Посмотрим, что у нас получится. По вашему советую. Так, у меня вода закипела. Я еще банки не попрекула. Выключи тут, а пока. Потому что я еще не это... Ягоды не перемыла. Вода быстро на этой плитке. На полную скорость сделаешь. Она прям махом закипает. А я пока банки мылась, стерилизовала. Еще, знаете, бахнула у меня банка в руках прям. Ну, слава богу, не ошпарилась. Все нормально, не переживайте. Вот сейчас ягоды перемою. Они, по идее, мытые у меня стояло все ведро. Но я, на всякий случай, хочу еще раз перемыть. Но все равно в холодильнике стояло. Что-то это... Хочу все равно помыть. Ладно, делаю и убираю. Дорогие друзья, у нас вечер. Спасибо всем за то, что вы мне накидали очень много рецептов кабачковой икры. Не обращайте внимания на красные глаза. Просто я лук резала. Я плакала сейчас. Очень много рецептов, ребят, вы мне накидали. Огромное спасибо. И сегодня я один рецепт решила испробовать. Что я уже нарезала. Сейчас вам покажу. И будем делать кабачковую икру. Так, дорогие друзья, я натерла уже 4 или 5 морковок. Тут у меня средние они. Лук нарезала. Вот лук, вот лук, вот лук. Кабачки, вот кабачки, вот кабачки. Чеснок. И также мне понадобится еще... Вот смотрите, кабачки на обуть. Лук, морковь, чеснок, масло. Я уже вот залила в кастрюлю. Сахар, соль, томатную пасту. Вот мне сыночек сбегал, купил. Перец молотый и уксус 9%. Ну что, дорогие друзья, включаю я сейчас плиточку. И начинаем с вами со сковородки, ой, с кастрюльки. Я сильно не буду делать режим вот так вот сделаю, чтобы сейчас масло разогреется. И закинем туда, в первую очередь, лук, потом морковь, потом чеснок, кабачки. И все будем по очереди жарить. Так, мои хорошие. Масло у меня нагрелось. Я закинула лук, морковку и чеснок. И будем это все тушить. Сейчас накрою крышкой и пусть тушится. Пока у меня жарится лук с морковкой, мы с Машей сделали мороженое. Какие, Маш, мы вкусно сделали? Ванильное. Карамельное. А, ванильное, карамельное и клубничное. Вот так вот и убрали в морозилку уже. У меня уже лук с морковкой почти потушилось. Сейчас буду добавлять кабачки. Сейчас я вам все покажу. Смотрите, лук с морковкой у меня уже все почти готово. Сейчас буду добавлять сюда кабачки и все тоже это тушить. Я надеюсь, что у меня очень вкусно получится. Рецепты все-таки моих подписчиков, любимых. Сейчас отправляем кабачки. Так, режим я убавила и добавила кабачки. Получилась полная кастрюля, но она сейчас уварится и будет нормально. До ста сделала режим, пусть тушится. У меня уже больше часа, наверное, часа полтора вот эта вот смесь варится. Уварилась очень хорошо. Сейчас, наверное, я выключу ненадолго. Все пройду с блендером, а потом опять включу. И в конце добавлю еще уксус и буду по баночкам убирать. Все, выключаю плитку и иду блендером делать. Все, мои хорошие, сделала блендером. Вот так вот у меня получилось. Сейчас включаем плитку и делаем самый маленький режим на 80. И пусть уваривается. Сейчас закрываем крышкой и пусть варится. И потом за 5 минут до готовности мы нальем сюда еще уксус. Потому что мы же планируем на зиму это все делать. Поэтому добавим уксус. Все, накрываем и пусть варится. Все, дорогие друзья, закатала. Света, дай вон там кружечку с кабачковой икрой стоит. Ильюша мне закрутил, пришлось разбудить ребенка уже время ночи. Так, вот Света только у меня еще не спит. Кабачковая икра вот тут вот. Раз баночка такая, вот вторая баночка. Третья, такая четвертая. И вот такие вот еще две баночки. Все, сейчас закутаю в полотенце и уберу. А это будем пробовать. Но мне понравилось. Спасибо большое вам за рецепт.